Дилемма скорость или качество, она относится как к рекламе, так и к журналистским материалам, к контенту. Есть достаточно известный треугольник «быстро, качественно, недорого». И поговорка всех дизайнеров, поговорка всех менеджеров по рекламе, что вы можете выбрать два любых параметра, потому что все три получить вы не можете. Если вы хотите быстро и качественно, это будет дорого. Если вы хотите быстро и дешево, это будет долго. Если вы хотите быстро и дешево, это будет некачественно. То есть вы всегда находитесь в выборе между этими тремя параметрами, когда сами создаете какой-то продукт, либо когда выполняете заказ своего рекламодателя. Поэтому я бы здесь не создавала никакой универсальной таблетки или серебряной пули, которая однозначно вам говорит, быстро это хорошо или качественно это хорошо. Все очень сильно зависит от того, на какой площадке вы работаете и для какой целевой аудитории вы делаете тот или иной продукт. Есть такая категория людей, для которых скорость имеет значение, которые, например, бесконечно сидят в Твиттере и проверяют вот этот поток постоянно. Это очень небольшая группа людей, но она вот такая, у нее ритм жизни гораздо быстрее, чем у остальных обывателей, у остальных пользователей. Если вы работаете вот с этим авангардом, тогда скорость имеет значение. Если вы будете опаздывать, например, со своими новостями или с рассказом о какой-то новинке в гаджетах или о новинке своего модного бренда или о новинке в своей косметике, неважно, здесь тематика вообще не важна. Если вы ориентируетесь на авангард людей, которые вот сейчас попробуют, такие новаторы, которым очень важно успеть первыми, тогда вы играете на скорость. Если вы работаете с консервативным большинством, тогда скорость у нас менее важна, и мы концентрируемся на качестве и соответствии потребностям той целевой аудитории, с которой мы работаем. Тогда им нужен более медленный темп, более распространенные такие предложения, может быть где-то журнальная подача, а не вот эта вот скоростная новостейная и в стиле Твиттера. То есть вот чем с большей аудиторией вы работаете, чем более крупная ваша целевая аудитория, тем медленнее она изменяется, тем больше сил нужно приложить для того, чтобы ее сдвинуть, тем медленнее должны быть и более глобальными должны быть ваши форматы. То есть вы не можете однозначно сказать скорость или качество, вы всегда выбираете по этому треугольнику, вы выбираете подход в зависимости от вашего товара, от вашей услуги, от вашей задачи и от той целевой группы, от тех пользователей, с которыми вы работаете.